Человек – высшее создание в мироздании. «Tuttavia si è dimenticato della divinità che si trova dentro di lui e conduce una vita nella quale è comandato dai proprii sensi e dalla propria mente». «Così lo spirito viene disastrosamente dimenticato, lasciato a parte». «Dusha è stata lasciata in fronte, è veramente un peccato, perché è proprio dallo spirito che può derivare ogni cosa buona, grande, che conduce alla autentica felicità». «Così l'uomo da quando è su questa terra va ricercando la felicità come il suo bene supremo, ma questa felicità gli sfugge continuamente, non riesce a realizzarla». «Cеловек, с самого начала, живя на земле, ищет это счастье, но счастье исчезает». «Questo perché la cerca, nelle direzioni sbagliate, conosce solo i propri sensi fisici, ha qualche conoscenza anche della sua mente, ma nello spirito, dal punto di vista pratico, non conosce assolutamente nulla». «Это происходит, потому что человек идет в неправильном направлении, движется, и руководствуется умом, но не духовными ценностями». «Perché non sa nulla del proprio spirito o anima e della divinità che è dentro di lui?» «Eppure, questa è una realtà, forse l'unica realtà esistente nell'essere umano, forse il resto è illusione». «Perché ignora questa suprema realtà che è dentro di lui?» «Почему человек пренебрегает высшей правдой и единственной правдой, которая есть внутри него?» «Perché Dio l'ha fornito di un occhio interiore, l'occhio dello spirito, ma quest'occhio è disastrosamente chiuso, è solo un occhio latente». «Бог создал третий глаз, глаз души, но его не используют». «Lo stesso ha un occhio per ascoltare la voce di Dio che pervade l'intero cosmo, ma è in grado di ascoltare solo i suoi orecchi fisici, ma il suo orecchio hyperfisico è sigillato». «Бог создал третий ухо для того, чтобы слушать космос, но i третий ухо не используются». «Per questo quando vengono i maestri, questo mondo ci invitano a cercare di aprire questo occhio segreto che conduce alla conoscenza». «Поэтому, quando приходят i maestri, они стараются открыть третий глаз, который ведет к цели, к знаниям». «Il Cristo dice, appunto, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, bussate questa porta interiore». «Hristos говорил, ищите и найдете, стучите и вам откроется». «Alтrettanto, dicono le altre scritture, dicono che possediamo una porta interiore, non visibile ai nostri sensi, ma reale. В Упанишадах упоминается солнечная дверь. И говорится, открыв эту дверь, познаете универсальное сознание, бессмертие и постоянное неизменное. И так у человека есть возможность контактировать с душой. И так у нас есть возможность контактировать с душой. И так у нас есть возможность контактировать с душой. И так у нас есть возможность контактировать с душой. И так у нас есть возможность контактировать с душой. Но мастера говорят больше. Они говорят о той реальности, которая внутри нас, о тех знаниях, которые внутри нас и вокруг нас, и которыми мы пренебрегаем. И так мастера учат, как открывать третий глаз. Или десятую дверь, как этот глаз называется в разной духовной литературе. И тогда внутри нас проявляется Божий свет. И Христос говорил, что праведные засверкают, как солнце, в Царстве Божьем. Когда этот свет застверкает внутри нас, этот свет идентичен свет духовному свету. И Христос говорил, что Бог – это светильник, который освещает небо и землю. Своим светом. И человек, который достигает этого света, развязывает цепи, которые его объединяет с желаниями и с умом. Потому что он узнает настоящую правду. Потому что физический мир – это только маленькая волна в большом мироздании. В Библии упоминается, Библия говорит о мироздании. Но там упоминается только физический уровень. Но физический мир – это только небольшая часть большого мироздания. Библия. 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 Если вы возьмете иголку и посмотрите на кончик ее, то вы сравните размеры физического мира с теми галактиками, миллионами галактик, которые расположены вокруг. Все completamente галактики, все полностью галактики и все галактики, остается как галактики галактики, в целом обае физическое полное изображение. И так, если мы сравним галактики и физический мир, то можно говорить о кончике иголки и бесконечном. И так, в Библии говорится о видимом мире. Сейчас вспоминаются океаны, животные и так далее. Но прежде Бог создал другие уровни, более прогрессивные. На этих уровнях душа достигает мира, наслаждения. Бесконечного. 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 Итак, маэстро ведет в бесконечность. Преодолевая планы где мы зависим от ума и наших желаний. И так, в другом месте мы видим, что в этом мире это все в Obi-Wan. Это то, что это создало, то есть, это то, что это означает. Ги альбери, ги анимали, у нас есть, насчет, живет, мое. В этом мире все временно и все заканчивается. Поэтому временно деревья, временно жизнь, поэтому достичь постоянного счастья здесь нельзя. И так маэстры говорят о Царстве Божьем, где не заканчивается счастье, оно бесконечное. Счастье, наслаждение, мир. Счастье. Счастье. Есть попутчики. Помимо маэстро, есть еще свет и звук, которые нам сопутствуют на этом пути. Санта Тереза Д'Авила, la grande мистика спаниола, diceva che lei udива una музыка, come se fosse di uccelli e di angeli, e che questa musica le dava una gioia immensa. Санта Тереза Д'Авила говорила, что слушая музыку птиц и ангелов, моя душа наслаждалась бесконечно. Когда маэстро открывает наше внутреннее ухо, мы наслаждаемся духовной музыкой. И вот эта музыка наслаждается на свою origin. Это как если на ночи мы делали все твое, но мы слышим несколько сон лонтан. И, по-о-но-но, мы слышим несколько сон лонтан. И, по-о-но-но, мы слышим несколько сон лонтан. И так эта музыка ведет нас по пути. И можно сказать, что если в темноте, в абсолютной темноте мы слышим какую-то музыку, мы продвигаемся по направлению к ней. И в итоге приходим в Царство Божие, из которого мы были изгнаны. Гуру Арджан, пятый мастер сиквов, говорил, слушая бесконечную музыку, открывается дверь в Царствие Божие. Субтитры создавал Dio. Во время инициации мастер дает нам почувствовать, осознать на практике, что есть такая цель и есть такая дорога, есть такой путь. Он вполне реален. Этот путь замечательный, но он только для тех душ, которые находят себе силу идти по нему. Однажды был мастер, который сказал своим ученикам, «Идемте, я покажу вам как нужно достичь знаний». Он привел их на берег озера и сказал, «И показал как рыбы выпрыгивают из воды и опять ныряют в воду». Вы должны быть такими же смелыми, как и эти рыбы, которые покидают свой мир, в котором обитают, без страха, и опять возвращаются в него. И то же самое должны сделать вы. Вы должны быть смелыми и прыгнув преодолеть физический мир. Эммерсон сказал, что для того, чтобы достичь знаний, нужно сделать «сальто мортальное». Почему «сальто мортальное»? Потому что должны умереть для желаний, чтобы возродиться в душе. И тогда присутствует второе рождение. Мы говорим о втором рождении, то, что имел в виду Иисус Христос. Который говорил, что если не родитесь вторично, не достигнете Царства Божьего. Перед тем, чем возродиться, нужно научиться умирать. Мы должны умереть для желаний, успокоиться внутри. И тогда возродимся. Как вы пусть. 100. Несомнение. Это дарит, дарит. Скоро. Это дарит, дарит. Солнечное расстояние. Это дарит. 5. Это дарит. Мораллень. Тарит. Для того, чтобы успокоить наши пять чувств, нужно вести праведную жизнь. Высоконравственная жизнь – это то, о чем пишется в духовной литературе, о чем говорят маэстры, и нет ничего нового под солнцем. В законравственную жизнь рекомендуют все религии, но, к сожалению, в законравственную жизнь рекомендуют все религии, не хватает практики. Когда мастер знакомит с путем ведущим цели, мы должны двигаться по нему. Культивируя духовность. И прежде всего это любовь. Любовь ко всем и даже к нашим врагам. Потому что любовь ко всем успокаивает нас и наша любовь расширяется. А еще мы должны культивировать правдивость. Мастер. Рассказы. Похоже, мы должны выглядеть, чтобы у вас умение. Мы должны давить умение. У нас же думает, что наша жизнь может гигантаживаться toward старше. Мы должны проводить мало, чем по-насу. Каждый умеndev起, вернее, появится еще больше наийном. И еще мы должны быть скромными. Скромность – это то, что присуще святым. В наше время люди мечтают о домах, о хороших машинах, о одежде с маркой и так далее. Мы можем иметь все это. А еще интернет. Говорится о жизни виртуальной. Но на самом деле это не так. Это неправда. Это не то, что есть на самом деле. Интернет задерживает человека на уровне иллюзорной жизни. Это не так. Поехали. 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 Счастливые, чистые сердцем. Потому что они увидят Бога. С помощью праведной жизни мы сконцентрируем энергию, которая поведет нас, будет толкать по направлению к Богу. И еще важно служение. Когда мы отдаем что-то другим, мы становимся легче, и нам легче подниматься наверх. И еще мастера всегда рекомендовали вегетарианскую диету. И Христос тоже. Сейчас приближается время, так сказать... Субтитры сделал DimaTorzok Но Папы против этого направления, против этих проявлений. Но это две разные вещи. Есть ягненка или есть мама? Мама ягненка. 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 И так далее. Ягненка. 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 Теологи изучают много литературы, изучают... Литература, но там не говорится, но не практикуется, там не говорится о духовности и не практикуется духовность. То есть, у детей, которые учатся, в первые руды практики, в маэстро, в медитацию, И я знаю много больше, чем все теологи, читатели в книжках, в книжках. Даже ребенок медитированный знает больше теологов, которые изучают литературу. Потому что грамм практики важнее тонн литературы. И вот, который главный мастер Кирпальсинг, который сейчас является одним из самых больших мастеров, мастер-классивов, который был очень важен. И я рассмотрю, в целом, у нас есть маленький модуль, в нашем диаре giornалей. Он написал, что мы должны делать и избивать. Иногда кто-то говорит, что-то, 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 что-то. Видите, г какой-то такой долл один. Иногда у меня есть всё. Томасу d'Aquine pictures в сумма теологическая, в миллиарды пятидесятов. Видите, интерпретарию, вああом Парата в ар Paris. Кирпал Синг советует заполнять дневник, и в этом дневнике на одной странице сконцентрировано то, что мы должны исключить из своей жизни. И это важнее большого количества книг. Мы должны поблагодарить Кирпал Синг, потому что он позволил нам понять смысл духовной жизни, сконцентрировав все. Сконцентрировав все. Итак, высоконравственная жизнь, правильная жизнь, правильные мысли, правильные дела, правильные поступки ведут по дороге к Господу. Кирпал Синг. Кирпал Синг. Кирпал Синг.